В пятый раз родная усадьба Ивана Тургенева стала площадкой для тотального диктанта. Около 30 человек съехали сюда из Мценска и других населенных пунктов, чтобы проверить свою грамотность. Одна из них – Оксана. Она много раз слышала об акции, но присоединилась к ней только в этом году. Я очень трепетно отношусь к грамотности, стараюсь сама писать грамотно, поправляю других. По-русскому у меня было четыре. Я всегда писала правильно, но не знала правил. То есть интуиция? Ну да, я пишу по интуиции. Писали под диктовку и постоянные участники акции. С 2013 года таковым является директор Спасского Лутовинова Сергей Ступин. У меня были и тройки, и четверки. Не было ни разу пятерок, но и не было двоек. Сегодняшний диктант мне показался сложным с точки зрения орфографии. Где писать тотальный диктант, как не в родовом гнезде писателя нашего великого Ивана Сергеевича Тургенева, который произнес самые известные слова о русском языке. О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. У меня в руках текст диктанта его автора, известная российская писательница и журналистка Анна Матвеева. На всех площадках России текст одинаковый, разнятся лишь его части. Их в нем четыре. А главной темой в этот раз стали дневники, как литературный жанр. На площадке музея-заповедника писали третью часть под названием «Правда или желание». Каждое предложение диктовалось по три раза. Чтецом выступил Евгений Григорьев, орловский режиссер и экскурсовод. Признается, ораторского опыта у него достаточно. Я читал и другие тексты, особенно в своих фильмах «Путешествия по неизвестной Орловщине». Очень много голоса было за кадром, и я зачитывал интересные события и рассказы о Орловской области, Орловской губернии. Мы возмущаемся, если нам звонят, не упредив об этом письменном сообщении, но при этом выставляем свою жизнь на всеобщее обозрение в блогах и пабликах. Свою грамотность проверили участники в 680 городах 41 страны. Не только в очном, но и в онлайн формате. Результаты можно будет узнать после 24 апреля на официальном сайте «Тотального диктанта». Елизавета Яковлевич, Александр Савенков, телеканал «Первый областной».